Кто же такой Владимир Викторович Туров? Заходим в Google и читаем. Владелец и генеральный директор юридической компании Туров и партнеры. Далее прочитайте сами, а сейчас прослушайте его отзыв о призме. По пирамидам я очень много подобных расследований делал. И что я решил сделать, вот этот разбор полетов на примере призм. Итак, коллеги, первое, на что бы я обратил ваше внимание, это, конечно же, доходность. Из того, что мне удалось изучить, в силу того, как устроена система, та доходность, которую они обещают, она в принципе возможна. Вот мое мнение. Что касается открытости функционирования всех этих данных в части, касающейся призмы, то вот у меня экспертный, так сказать, отчет человека, который этим занимается, профессионально, сколько тут страниц-то, 8, 16 страниц текста, он утверждает, что технически все, что в призме заявлено, реализовать возможно, и что технически призма под критерии финансовой пирамиды, и он их перечисляет все здесь, не подходит. Графики рисует, активность анализирует, и про капитализацию пишет, и про обороты, и про графики роста рисует, и много-много-много всего на этих 16 страницах текста. С его точки зрения, с технической точки зрения, все, что призм заявляет, это возможно. Но это с его точки зрения. Четвертое, на что рекомендую обратить ваше внимание, коллеги, это есть или нет регистрация юридического лица с реальными учредителями внимания, несущими субсидиарную личную ответственность всем своим имуществом перед вкладчиками, в части, касающейся призм, коллеги. И я проверил это в том числе через налоговые органы, и выписки соответствующие получил. Короче, эта организация зарегистрирована легально, зарегистрирована официально. И в ПФР, и у налоговиков. Дальше, вот их свидетельство о госрегистрации в налоговой инспекции. И много-много тут у меня разных бумаг. Вот, то есть свидетельство о регистрации некоммерческой организации тоже есть, свидетельство о регистрации в налоговых органах есть. Все вот выписки из соответствующих фондов, многочисленные на русском и английском языке у меня тоже есть. То есть с этим все в порядке, коллеги. С этим реально все в порядке. Дальше, вот их устав. И уставы всегда надо перепроверять и изучать тоже. Устав на русском и английском языке есть, и с этим тоже все в порядке. Я это изучил. С точки зрения юридической, они как бы деятельность их легализована. Дальше. А зарегистрирована ли сама призм или не зарегистрирована? Вы знаете, в отличие от огромного количества криптовалют, призм как раз зарегистрирована Российской Федерацией. Регистрационный номер 201-866-2596. Это номер регистрации, номер свидетельства, дата регистрации 11 октября 2018 год. Название программы для ЭВМ призм. И все, 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 все. Все вот тут язык программирования. Короче, призм зарегистрирована как электронная вот эта вот площадка, где все это можно вот создавать и продавать. То есть, коллеги, с точки зрения российского права, это четвертый пункт, официальная регистрация юридического лица в данном случае в качестве общественной организации существует. Следующее, на что рекомендую в таких случаях, коллеги, обращать ваше внимание, это наличие или отсутствие разрешительной документации по 259-му закону или любому другому закону, у призма это тоже есть. Вот что самое интересное. В связи с регистрацией я только что называл. Я, обратите внимание, коллеги, вот этот пункт, а кто столит за призм, поставил на одно из последних мест. Меня все-таки интересовала больше техническая составляющая, понимаете? Техническая юридическая составляющая. Из технической юридической составляющей вроде все как неплохо. И может быть эта крипта выстрелит. Вот она, сколько там, не знаю, 5 лет не выстреливала, а тут вдруг выстрелит. Такое возможно. По крайней мере, с технической точки зрения, то, что я вижу, такое возможно. Моя проверка на предмет соответствия пирамиде, а эти критерии все выпущены Центральным банком, и призм не является, коллеги, пирамидой. Это я вам совершенно точно говорю. Мое мнение, моя оценка, юридическая оценка, призм пирамидой не является. Это вот моя оценка. Ни по каким критериям призм под пирамиду не подходит. Это я вам гарантирую. В общем, вопрос в следующий. Есть ли за это валюта в будущее? Я вам вчера говорил, я никогда не провожу исследования через интернет. Меня не сильно интересует, что кто пишет в интернете, кто что говорит. Меня интересует внутренности того или иного проекта. Я никогда не делаю выводы отрицательного толка до тех пор, пока я не пообщался с создателем и не позадавал ему сотни вопросов. Но быстро и по порядку. Первое. Почему я считаю, что в будущем криптовалюты будут признаваться, может быть, тот же биток, некоторыми государствами в качестве официального средства платежа? Просто чтобы тупо выжить, чтобы стабилизировать свою финансовую систему. И все. На второй вопрос отвечаю. Я действительно вывернул матку наизнанку с юридической точки зрения призму. Я там не нашел юридических нарушений. Я не являюсь техническим специалистом в этой области, но исследую эту тему, задавая вопросы создателю. Это не тот человек, которого вы видите в интернете. Тот человек с отрицательным пиаром, имевший отношение к ЛНР, ДНР и так далее. Он не является создателем призм. Создатель призм проживает в Польше. Он ко мне прилетал, мы с ним общались. Я ему пообещал, что я не буду никак высказываться на эту тему. Там сейчас идут определенные процессы, которые должны будут закончиться очень хорошо. Пиар резко поменяется. Но я лично пришел к выводу, что сама модель техническая у призм точно не хуже, чем у Бутерина. Надеюсь, вы обратили внимание, просматривая этот ролик, какие личности сидят в зале рядом с Туровым. Ну и, конечно же, сделали свои выводы.